Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И начать сегодняшний видеодневничок я хочу с традиционного ежемесячного розыгрыша одного из моих фотоальбомов среди подписчиков моего канала. Среди тех подписчиков, кто делает на развитие канала пожертвования, так называемые донаты. Номер карты для пожертвований вы можете увидеть, пройдя по ссылке в описании канала. Сегодня разыгрывается мой вышедший в этом году фотоальбом «Счастливая судьба колхозной Сероглазки». Этот альбом посвящен 90-летию старейшего рыболовецкого колхоза нашего полуострова. И счастливой обладательницей этого самого фотоальбома, вот еще раз его показываю, вот он, стала Надежда Иванова, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге и которая написала, что раньше она жила в Усть-Большерецке. Так что, Надежде Ивановой отправляется. Альбом «Счастливая судьба колхозной Сероглазки». Кстати, я заметил, что в последнее время вы как-то очень вяло стали отправлять свои пожертвования на поддержку канала. Но, тем не менее, один раз в месяц я буду разыгрывать какую-нибудь из своих книжиц. Ну, а теперь, наверное, перед тем, как мы перейдем к основной теме моего видеодневничка пора с утра выпить кофея. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так началось в деревне Утро. Книга разыграна, кофей готов. Перед употреблением кофея я, как каждым утром, съедаю несколько ягодок амурского бархата. Ибо, как у любого старого человека, ну или почти любого, давление у меня шалит. А амурский бархат давление нормализует. Никогда не пейте ту мерзость, которая называется растворимым кофеем. Пейте только натуральный кофеем. Итак, мы начинаем. Сегодня выпуск рубрики «Камчатка. День за днем». В этой рубрике я с необходимой долей регулярности в основном один раз в неделю, но, к сожалению, некоторое время были «Отставания и пробелы». Рассказываю о том, как жил полуостров Камчатка в различные годы века минувшего. И рассказываю на материале различных старых документов и не менее старых газетных публикаций советского периода. Сегодня для того, чтобы наверстать упущенное, а напоминаю, что прошлый выпуск рубрики «Камчатка. День за днем» охватывал почти целый месяц с 6 по 31 августа, я тоже сделаю выпуск сдвоенный. Сегодня мы узнаем, что происходило на Камчатке не за одну неделю, а за полмесяца с 1 по 15 августа различных лет. Итак, мы начинаем. Первый день августа 1955 года газета «Камчатский моряк». Потом эта газета стала называться «Моряком Камчатки», а в середине 90-х годов прекратила существование вместе с Камчатским морским пароходством. Итак, 1 сентября 1955 года прошлого века газета в заметке «Альпинисты уходят в горы» сообщает. «Недавно группа альпинистов, приехавших на первую дальневосточную альпиниаду в составе мастера спорта товарища Филипенко, перворазрядника товарища Москвина и других, океанским пароходом выехала в Усть-Камчатск. Альпинисты поднимутся по реке Камчатке до поселка Ключи. Отсюда экспедиция начнет восхождение на Ключевскую сопку и вулкан Камень. Вместе с альпинистами, пишет газета «Камчатский моряк». В экспедицию отправились операторы Хабаровской студии кинохроники, которые запечатлят на кинопленку этот интересный поход. День следующий. 2 сентября 1936 года. Трудящиеся Камчатки откликаются на приговор военной коллегии Верховного суда по делу Троцкиско-Зиновьевского террористического центра. Трудящиеся острова Беринга, собравшись на митинг, с удовлетворением отмечали решение суда. Студентка Папова Дуся говорила, «Иного приговора быть не могло врагам народа. Народы Союза не отдадут свобод завоеванных в октябре, не отдадут счастливой жизни, которую дал любимый вождь, чтобы быть бдительней к охране руководителей нашей Родины. Нам нужно учиться, много учиться». Душа ты, сраная! В резолюции митинга выражено полное удовлетворение приговорам суда над взбесившимися собаками. Мы уверены, что сокрушающий меч диктатуры пролетариата разобьет всякую контрреволюционную сволочь, которая попытается напасть на любимых людей нашей страны. Говорится в резолюции, требующей также тщательного расследования причастности к делу Бухарина, Рыкова, Радика и других. Вот так вот представители славного древнего алиутского народа призывали кровожадным расправам. Кстати, я напоминаю, что с полными текстами газетных публикаций и документов, которые используются в качестве исходного материала для рубрики «Камчатка день за днем», вы можете познакомиться на моем канале Яндекс.Дзен. Канал так и называется «Камчатка с Александром Петровым» и угодить. Туда вы можете, пройдя по ссылке в описании к ролику. Добро пожаловать. А мы продолжаем наше чтение. Третий день сентября 1917 год. Газета «Камчатская листок» в хронике сообщает, что торговым домом Чурин и компания получена американская обувь, которая и была выпущена в продажу по высоким ценам. Ввиду этого продовольственное управо предложило торговому дому приостановить продажу обуви и представить в управу документы для переоценки. То есть мы видим попытку государственного регулирования цен на продукты народного потребления, на товары народного потребления, как говорили в советское время. День следующий. Четвертый день сентября 1918 год. Газета «Камчатский вестник» публикует объявление. Ввиду отсутствия нормального сообщения между Владивостоком и Камчаткой, телеграммы могут быть принимаемы и направляемы по радио через Японию во Владивосток и прочие местности азиатской европейской России за плату из Петропавловска радио 3 рубля 9 копеек, из других пунктов Камчатки или Сибири 3 рубля 30 копеек. Телеграммы должны быть написаны латинскими буквами и иметь перед адресом отметку ВИА ОЧИШИ. То есть, через ОЧИШИ. Это японский населенный пункт, в котором стоял радиотелеграф. А мы продолжаем наши изыскания в области Камчатского краеведения. Пятый день сентября. Газета «Полярная звезда» 1923 год. В рубрике «Хроники» газета сообщает, что ввиду плохого хода рыбы по западному побережью Камчатки, которые питаются, и медведи участились в случае задирания ими домашнего скота. И там же геологическая экспедиция Камчатского района при неблагоприятных условиях обилии дождей, разлива рек, за отсутствием проводниковых карт, проблуждавши 49 дней, бросило имущество, инструмент, коллекции. Под конец лошадей и палатки голодные и изнуренные вышли в селение Щапино 2 сентября. По сведениям геологической экспедиции нефтеносность Кранотского района считать несомненной, но условия залежи нефти сложны, и выяснение ее потребует бурение. Но это не точно. Продолжаем наше чтение. Газета «Аллиутская звезда» 6 сентября 1945 года пишет о митинге трудящихся острова Беринга, посвященном обращению товарища И.В. Сталина к народу. Глубокой ночью пишет газета 3 сентября по радио прозвучал голос вождя, обращенный к своему народу, возвестивший о полной победе объединенных наций над японскими агрессорами. Отмечая эту величайшую дату, продолжает газета, трудящиеся районы при исполненной решимости поднять еще выше производительность труда на своих участках работы, добиться выполнения и перевыполнения промыслового плана по добыче песцовой шкурки, провести в максимально короткие сроки заготовку сена, силоса для скота, уборку урожая, а также полностью закончить в ближайшее время подготовку к зиме. 7 сентября, год 43 века минувшего, газета «Камчатская правда». В заметке консервы отгружены фронту, консервный мастер озерновского ревокомбината Гребенюк сообщает, что наш консервный завод в текущем году работал всего месяц, но в этот короткий период времени годовой план выполнил на 105,9%, причем 92% консервов, выработанных изданных высших сортов. Следующий день, 8 день сентября 1938 года, газета «Камчатская правда» в короткой статье «Спички и папиросы» сообщает, что в селениях от Пусть-Камчатской до Крапивной давно уже нет спичек. Особенно тяжело переживают спичешный кризис курильщики, тем более, что в район завезено много хороших папирос. В различных мастерских уже усиленно работает конструкторская мысль над созданием массовой зажигалки. Все это, пишет газета, фокусы планирования торгать дела АКО. АКО, напомню, это акционерное камчатское общество. Неужели, по мнению работников торгать дела, подобное планирование называется ликвидацией последствий вредительства торговли? 9-й день сентября 1920-й год. Газета «Известие» пишет о восхождении на Вилючинскую сопку. Газета сообщает, что 28 августа 1920-го года на транспорте Охотск с любезного разрешения начальника Камчатской гидрографической экспедиции полковника Давыдова выехала партия под руководством инспектора училища Новограбленного в бухту Вилючинскую правая жировая с целью подняться на Вилючинский вулкан. Но дальше газета рассказывает об этом восхождении, а я просто еще раз напомню. По ссылке в описании вы окажетесь на моем канале сервиса Яндекс.Дзен, где сможете полностью познакомиться с текстом этой газетной публикации и других публикаций, о которых я рассказываю вам. Десятое сентября 1937-го года газета Камчатская правда на буксире у кита называется неподписанная заметка. До самого последнего времени Ключевской лес Кругляк не имел товарного выхода, так как вредители, враги народа, сидевшие в прошлом у руководства АКО, всячески препятствовали его вывозке. Два года назад была сделана попытка доставить небольшое количество леса в Петропавловск, но плод был так вредительски скреплен, что небольшая морская волна его тотчас размыла. После этого случая, подстроенного с целью доказать невозможность перевозки Ключевского леса, даже перестали думать о нем. Ведь только в этом году был снова поставлен вопрос о транспортировке ценного Камчатского леса. Буксирный катер Кит, отправившийся на реку Камчатку в конце августа, взял на буксир большой плод в 1260 кубометров и вышел в рейс в Петропавловск, пишет Камчатская правда. Вечером 8 сентября он благополучно прошел мыс Кранотской со скоростью 3,5 мили в час. Плод в хорошем состоянии. В ближайшие дни Кит войдет в порт. Ну вот, опять обратим внимание на политические доносы, свойственные советскому времени и являющиеся неотъемлемым качеством советских людей. То есть, то, что по каким-то причинам плод, собранный из бревен, был плохо скреплен, объясняется не ошибкой, а только вредительством. Здравствуй, Родина моя! Вышит за нами взвесья! А мы продолжаем наше чтение. 11 сентября 1980 год газета «Моряк Камчатки» в статье «И снова пьянство» рассказывает о любителях и профессионалах в части «Зеленого змея». Помимо всего газета повествует к примеру о господине Скороходкине, который всю ответственность за случившееся переложил на жену, которая подняла шум, утверждал, что в этот день был трезв, хотел взять кабель от телевизора и при этом нечаянно разбил форточку. По сообщению районного отдела внутренних дел Скороходкин в нетрезвом состоянии устроил скандал в семье, за что и был оштрафован на 50 рублей. И в этой же статье рассказ о других советских алкоголиках. С такими вещами играть нельзя. Советский Союз был заинтересован в пьянстве и алкоголизме, потому что прострафившимися за пьянство людьми легче управлять, легче шантажировать их, легче заставлять их перерабатывать, работать внеурочно, выполнять черные работы под угрозой увольнения. Именно поэтому водку советские и производили гидролизным способом, как писал русскоязычный певец ртом головы 60-х, 70-х годов из опилок. Да, это правда, это правда. А мы продолжаем наше чтение. 12-й день сентября 1944 года. В тот день в кинотеатре «Полярная звезда» демонстрировался новый художественный музыкальный американский фильм «Серенада Солнечной долины». Сеансы начинались в 4.30, 6.10, 7.50, 9.30 и 11.10. Естественно, речь идет о времени по полудни. Далее в объявлении указано, что с 12 часов дня проводится предварительная продажа билетов по коллективным заявкам. День следующий, 13-й день сентября 1942 года, газета Камчатская Правда сообщает из Паланы, что окружная сберкасса села Паланы получила таблицу выигрышей первой вещевой лотереи. В первые же дни проверки билетов сберкасса выплатила выигрышей только в Палане около 4 тысяч рублей. Работница ОКРФО окружного финансового отдела. Товарищ Сидоренко выиграла тысячу рублей и всю эту сумму передала на постройку санитарного самолета. 14-й день сентября 1935 год, газета Камчатская Правда пишет о том, что Чивыча пришла из Одессы. Чивыча это не то, что вы подумали. Чивыча это не лосось. Чивыча это пароход. И пароходом этим командовала женщина капитан Анна Ивановна Щетинина. Вот что пишет газета. 12-го утром Чивыча вошла в Петропавловский порт, покрыв путь из Одессы в Петропавловск в 58 суток. Оставив Одесский порт 16-го июля, пароход взял курс через пролив Босфор и Суэцкий канал на Камчатку. Рейс Чивыча прошел исключительно удачно. На протяжении всего пути настойчиво осуществлялась основная идея, охватившая весь экипаж с капитаном Анной Ивановной Щетиной во главе до минимума сократить этот рейс. Чивыча доставила в Петропавловск 2800 тонн груза стоимостью на 7 миллионов рублей, то есть столько, сколько доставили Кижуч и Тунец вместе взятые. Я просто напомню, что Анна Ивановна Щетинина была первой в СССР женщиной капитаном дальнего плавания. Продолжаем наше чтение. День последний, который мы изучим сегодня, это 15 день сентября 1918 года. Газета Камчатский Вестник сообщила, что 12 сентября, то есть тремя днями раньше, экспедиция Арсеньева производила изыскание с целью выяснить, где стояли верхние Камчатские остров и церковь, перенесенные в начале прошлого столетия в селение Мельково. Задача затруднялась тем, что на памяти народа не осталось никаких преданий, пишет Камчатский Вестник. На месте бывшей церкви одним из членов экспедиции водружен прочный крест, соответствующий надписью. Рядом с местом бывшей церкви обнаружены следы древнего вала старого укрепления Астрога. Местоположение вполне соответствует описанию Крашенинникова 1738 года. На сегодня все. Мы узнали, что происходило на Камчатке с 1 по 15 августа в различные годы века минувшего. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится регулярно узнавать, что делалось на нашем полуострове, пишите комментарии. Еще раз напоминаю, что каждый, кто сделает на развитие канала пожертвования так называемые донаты, на номер карты указанный по ссылке в описании, будет принимать участие в розыгрыше какого-нибудь моего фотоальбола. А для тех, кто здесь впервые, сообщу, что не пропускать новые видео на канале вы сможете, если выполните рекомендации по вот этой вот подсказке в правом нижнем углу кадра. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова